На этой неделе с 7 по 11 сентября в московском Крокус Экспо прошла международная выставка Комтранс 2021. На выставке в этом году не присутствовали представители Евросемерки и отдуваться пришлось отечественным производителям. Больше всего были представлены бренды КамАЗ и ГАЗ со своими грузовиками и опытно-экспериментальными машинами. Про грузовики расскажем в следующем выпуске, а сегодня немного поговорим про новые автобусы. Главными хитами выставки были первые автобусы, работающие на водороде. Компании ГАЗ и КамАЗ продемонстрировали свои первые прототипы автобусов на водороде. По принципу работы эти автобусы представляют из себя уже привычные нам электробусы, но имеющие на своем борту электрохимический генератор. Генератор питается водородом, вырабатывает электричество и далее обеспечивает электродвигатель энергией. Водоробус от компании ГАЗ также построен на базе электробуса. Теперь автобусы будут иметь новое обозначение CityMax. В автобусах будет новый салон с более широкими дверными проемами и подсветкой на потолке в виде пузырьков. Также автобус получил удобное сидение от польского производителя Schter. Все основное оборудование автобуса располагается на крыше. Оно включает в себя баллоны с сжатым водородом, суммарный объем которых составляет 1200 литров. Также на крыше расположились топливные элементы канадского производства и батареи, емкость которых уже вдвое меньше, чем у электробусов. Только на электрических батареях автобус может проехать 20-25 километров, а с полностью заряженными водородными баллонами уже проедет 350 километров. Также был представлен и маленький автобус на водородном ходу, который был выполнен на базе Казели Сити. В этом автобусе баллоны расположились под задним сиденьем и в специальном коробе справа от водителя. Маленький брат большого водородобуса может преодолеть расстояние в те же 350 километров. В водородобусе от КамАЗа все оборудование также установлено на крыше. Газовые баллоны в общей своей сумме имеют запас газа меньше, чем у водородобуса от компании ГАЗ. Но зато водородобус имеет аккумуляторы больше емкости. Правда расстояние, которое может преодолеть водородобус от КамАЗа составляет всего 250 километров. На данном этапе сравнивать автобусы довольно сложно, потому что мы обладаем только техническими характеристиками. А как эти машины проявят себя в эксплуатации, предстоит еще узнать. Для данных автобусов еще предстоит построить специальные заправочные станции. На сегодняшний день существует только одна такая демонстрационная станция в Черноголовке. Главный минус водородобусов на сегодня составляет их стоимость. Если стоимость автобуса с обычным дизельным двигателем составляет 12 миллионов рублей, то стоимость электробуса уже будет около 30 миллионов. Ну а стоимость водородобуса составляет на сегодня и вовсе более 100 миллионов рублей. Так что предстоит еще произвести оценку целесообразности развития данного вида транспорта. Будем рады, если вы подпишетесь на наш канал Арендодром и вернетесь к нам за новыми новостями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok